Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеско Михаила. И сегодня мне в ремонт попал следующий аппарат. Это ZTE Blade A510 с неисправностью. На устройстве восстановили настройки по умолчанию, чтобы продолжить вводить в аккаунт Google, который был синхронизирован с ним, и далее нам вообще никак не нажать. Я пробовал через электронную почту, всеми другими способами в браузер мне попасть не удалось. И сейчас я вам покажу стопроцентный метод, как вы дома самостоятельно можете обойти данную блокировку. Но для этого нам понадобится маленькая подготовка. А именно вот здесь, к описанию к данному видео, есть ссылка на архив. Называется ZTE Blade A510. Итак, что я сделал? Я разархивировал вот этот архив на диск D. Ну, может, на диск C, D, это уже не имеет значения. Здесь у нас имеется... Сейчас попробую сфокусироваться. SP Flash Tool. Для Windows A510. Запускаем его. Далее. Запускаем сам, непосредственно сам Flash Tool. Нажимаем Choose. И выбираем из папки с Flash Tool файл MT6735M Android Scatter. Отлично. Далее переходим во вкладку формат. И в папке с Flash Tool есть файл FRP.info. Вот он. Запускаем его. Берем первое значение. Убираем manual format Flash. И вбиваем его сюда. Past. Убираем второе значение. И вбиваем его сюда. Итак, то что мы сделали. Мы зашли в Flash Tool. Подгрузили Scatter файл. Далее перешли во вкладку формат. Выбрали manual format. Здесь у вас стоит EMCC User. Дальше сюда ввели значения. Они будут в описании к видео. Вот из этого текстовика. Далее нажимаем Start. Что делаем после этого? Выключаем наш телефон. Выключаем его. Телефон выключен. И с помощью обычного microUSB кабеля подключаем телефон к компьютеру. Смотрим, что происходит в этот момент с Flash Tool. В данный момент идет установка программного обеспечения. Телефон у нас включился. Этого нам не нужно. Выключаем его от зарядки. И пробуем еще раз. Увы, драйвер у нас так и не успел поставиться. То есть, когда вы подключаете кабель, первые несколько секунд у вас устройство определяется в загрузочном режиме. За это время должен успеть установиться драйвер. Давайте попробуем еще раз. Я выключил и снова подключаю. К слову, драйвера вы можете установить из папки MTK Drivers. Вот здесь папки с Flash Tool. Давайте попробуем еще раз. Компьютер у меня достаточно старый. И иногда на это требуется некоторое время. Отключили. Снова подключаем. О, пошло. Драйвер установился. Подхватился. Готово. Область, за которую отвечает FRP, отформатирована. Что мы делаем дальше? Отключаем кабель. И включаем телефон. Перестności. Отключаем. Отключаем. Макрофон. Он. Выбираем русский язык. Проверка подключения. Собственно говоря, на самом деле мы можем это несколько ускорить. Просто забываем сеть Wi-Fi и нажимаем далее. Далее пин-код нам не нужно пропустить. Все, телефон полностью разблокирован и готов к работе. Если видео было вам полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Если есть какие-либо вопросы, с удовольствием отвечу на них в комментариях. Всем спасибо и до свидания.